Всем привет, с вами Руди, и данное видео посвящено одному из уникальных в своем роде персонажей Мириэль, или Мурки, как ее еще называют. Я вкратце расскажу вам про персонажей, ее роли в боях и в принципе в игре, а также дам детальное описание своего билда. Итак, давайте начнем. Наша грациозная и довольно симпатичная по игровым меркам парагона механическая героиня Ангел Мириэль. Тип атаки у нее энергетический. Класс персонажа, заклинатель и поддержка. Отличает ее от всех персонажей то, что она в отличие от них предназначена именно для спасения союзников, а не нанесения урона соперникам. Давайте разберем основные умения Мириэль. На левую кнопку мыши базовая атака, наносящая, как я уже сказал, энергетический урон. На правую кнопку мыши расположен скилл живость. Что происходит? Мириэль кидает шар, который при попадании в союзника дает ему щит и увеличивает скорость бега на 110 единиц на 2 секунды. Причем ускорение действует вне зависимости от того, персонаж находится в бою, либо нет. То есть даже спринтованный персонаж получает бонус. На букву Q у нас находится скилл безмятежности. Мириэль направляет снаряд, который пронзает насквозь всех крипов на своем пути и останавливается только при попадании в героя соперника. Урон наносится всем, но при попадании в героя соперника ему еще наносится также и замедление. Наносится эдакий дебаф, который снижает скорость бега на 4 секунды. На букве E у нас находится скилл освещенная земля. Мириэль в указанном месте размещает некий пузырь, дающий при прикосновении с союзником дополнительный баф щита, то есть защиты. Спустя несколько секунд этот пузырь лопается, нанося урон всем, касавшимся его соперникам. И на букве R, как и у всех персонажей, у Мириэль находится ульта, позволяющая Мурке оперативно прилететь на помощь выбранному союзнику. Тиммейт, которого она выбрала для действия, получает щит на несколько секунд, и все противники вокруг места приземления Мириэль подбрасываются в воздух. Место приземления это, собственно, место нахождения того персонажа, которого она выбрала. В момент приземления также все союзники, окружающие это место, получают баф щита. Давайте теперь поговорим о роли этого персонажа на поле боя. Она не гонится за своей прокачкой, она не торопится набить как можно больше очков карт. Она все это оставляет персонажам, которые наносят урон, а также тем, которые будут непосредственно выполнять роль танка в этой игре. Уникальность Мурки в том, что она предназначена для обратного действия, то есть спасения и защиты своих тиммейтов. И вся игра на этом персонаже строится вокруг следующих задач. Во-первых, это расстановка Харвестеров и Оберегов, ну или Вардов, кому как удобнее называть. Непосредственно в ее первостепенную задачу входит сбор очков карт с этих Харвестеров, ну естественно без, не жертвуя своей жизнью для этого. И также Мюриэль благодаря своей ульте может спокойно перемещаться с одного лайна на другой в случае необходимости поддержки союзников на поле боя. То есть Мюриэль может спокойно атаковать одну линию, которая свободна, либо ее прикрывать, чтобы не давать противнику ее пушить. В то время как на других лайнах будут происходить особо активные действия. Самое главное для Мюриэль – постоянный мониторинг ситуации на радаре. Это самое важное умение, которому следует научиться заранее, прежде чем начать играть за нее. Начиная с пятого уровня данный персонаж может за буквально считанные пару секунд ворваться в бой на любой точке карты. Поэтому зачастую именно Мурка остается защищать открытые фланги, либо дефать ингибы, ядро. Хотя у нее достаточно мало урона и долго она это выполнять не сможет. Безусловно, у данного персонажа очень многое зависит от опыта и интуиции. Как никогда ценно предугадывание начала замеса и наблюдательность за персонажами и вообще местоположением противника. Все приходит с опытом, а также сказывается банальный фактор волнения, а порой и паники для некоторых игроков. Я вам дам несколько основных вещей, которые опишут вашу роль в бою. Во-первых, Мурка никогда не лезет вперед и не инициирует боев. Ее позиция тыл, но на расстоянии скилла от линии фронта, чтобы безопасно для себя закидывать щитами своих товарищей. Во-вторых, если тиммейт отступает один против нескольких соперников, и это в силах вам ему помочь, ваша задача спасти его любой ценой, даже подставляясь под удары. Ну и в-третьих, ваша основная цель для спасения, это ваши керри, они же EDC. Это те дамагеры команды, которые впоследствии приносят победу в любом замесе, или же наносят основной урон по строению. На этих трех пунктах, пожалуй, все. Остальное будет регулироваться как вашим билдом, так и вашими личными пристрастиями по стилю боя. Давайте теперь поговорим по очередности взятия скиллов. С самым первым скиллом я советую вам брать освещенную землю. На случай массового замеса вы сможете накинуть максимальное количество щитов в области, а так как эти бои часто проходят на достаточно компактных территориях, либо в лесу, вы сможете защитить как можно большее количество союзников. И никакой другой скилл не даст вам такое КПД. Двумя основными скиллами, которые вы должны качать в начале, являются живость и освещенную землю. Я вам не советую брать безмятежность, ну, либо вкачать ее максимум на единичку. Скилл безмятежности я вам советую качать только, когда у вас нет других альтернативных вариантов. Каждый пятый уровень вы без всяких раздумий берете именно ульту. Ну, давайте теперь проговорим по внешнему виду персонажа для тех, кому это будет интересно. По умолчанию Мирель выглядит как белый ангел с небольшими бронзовыми вставками. Когда же вы приобретаете набор мастера, у вас становится доступен изначально образ претендента. Тот же самый, как по умолчанию, но вставки уже голубые. Когда вы прокачиваете этого героя до 10 уровня, если у вас взят мастерский набор, ваши вставки становятся огненными. А сам костюм превращается в черный. Впоследствии были выпущены еще два образа для Амурки. За выполнение общего квеста был получен скин полумышленная Мирель. А также был добавлен донатский образ Сепия. И последнее, о чем я хочу вам рассказать, это сборка предметов. На экране вы сейчас видите мой билд для Амурки. Конечно, в нем оставлено много очков карт для вариативности, на которые вы можете этот билд подстроить под свои какие-то пожелания. Но его можете считать базовым. Главной картой взят Сентурион, дающий вам и вашим миньонам здоровье, а также бонус урона. Из расхода моих предметов я взял зелье маны и сосуд ремонтника, который позволяет вам восстановить здоровье, а также повышающий восстановление маны, находящихся рядом союзник. Давайте теперь проговорим по активным и пассивным картам. У нас для них есть шесть слотов. Учитывайте, что обязательно у вас должен быть ключ и оберег. Это ваши основные задачи на поле, и поэтому эти две карты у вас должны появиться первыми. Усиляете вы их по вашему желанию. Вы можете их усиливать как в количестве маны, так и в откат, так и в здоровье. Это по вашим предпочтениям. Данный билд я собирал с целью сделать мурку как можно более толстой и как можно более бронированной. Без ущерба для количества маны. И опять же отката. Поэтому, скорее всего, в этих двух картах должен быть баланс. Также в этом билде я взял две карты на увеличение брони и здоровья. Это, соответственно, карта закаленная пластина, которую вы видите на экране. С двумя картами на улучшение непосредственно брони и одну карту на здоровье. А также настроенный барьер, дающий аналогичный эффект только для энергетической брони. Следующие карты вы можете уже менять по вашему усмотрению. Лично я предпочитаю взять венец здоровья и увеличить количество маны, потому что впоследствии ее очень не хватает и часто летать на базу для ее восстановления, ну, в принципе, нет возможности. Шестой картой вы можете взять либо небесный бриллиант, увеличив, ну, немножко увеличив количество урона, которое вы наносите, либо взять тестовый вариант пояс со спорами безумия, если против вас есть очень жесткие физические противники. По сборке это все. Всем спасибо за внимание. На этом я заканчиваю свой гайд и надеюсь, что он действительно окажется вам полезным и поможет играть как можно более полезную роль в своих играх за этого персонажа. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях свои пожелания. Все. Рад, что вы просмотрели его. Всем пока.